Всем привет! Вы на канале Хлопоты жизни. Знакомьтесь, это Лилу. Мы ее так назвали. Эта кошка начала ходить к нам на дачу и просить кушать. Каждый день в 8 часов вечера она приходила и мяукала под дверью. Мама начала ее подкармливать. Звонит мне и спрашивает, что делать будем. Кошка, как домой уже приходит? Я говорю, ну что-что, будем оставлять себе. А потом мы заметили, что наша Лилу округляется и поняли, что она у нас беременная. Возили ее к врачам. Дело в том, что она маленькая. Она сама похожа на котенка. Но, как видите, котенок уже не котенок. И спустя какое-то время она нам родила котят. Сначала мы не могли понять, где конкретно котята. Потому что приходила она только покушать. И убегала в сторону леса. У нас возле леса лежит куча деревьев поваленных, которые мы еще не разобрали. Все, руки не доходят. Оказалось, котята там, внутри. Мы ходили, ломали голову. Как же мы их будем вытаскивать? Пока мы готовились к тому, что мы вытащим котят, покупали корм, игрушки, домики. Лилу их перетащила в другую кучу, более мелких веток. В общем, задачка не из легких. В итоге котят мы все-таки вытащили. Единственное место, где их можно было держать, это в недостроенном доме. Сделан у нас только санузел, напоминаю. Поэтому они теперь живут в туалете. Лилу прекрасно справляется. Спокойно отреагировала на то, что мы достали котят. Но стройка-то продолжается. И в один прекрасный день нам пришлось вытащить их из дома и поставить возле леса. Практически на том же месте, где она их родила. Снимаем новости, последние новости. Кошку принесли в лес вместе с котятами. Да? Там вон мяукают. Услышали меня? Вот. Находятся вот в лесу. Потому что у нас там в доме делают ремонт. Пищат-визжат. Вот первую еду принесла я им. Но так как они не сосут маму, то что говорить про еду. В общем, пока не буду кормить. И чтобы она их не вытащила, закрыла ее. Спустя несколько часов после предыдущей записи снимали видео о том, что нам удалось сделать в доме. Что мы переделываем. Обязательно подписывайтесь. Выложу это в ближайших видео. И тут вдруг слышу некое мяу. Откуда? Она же в клетке должна сидеть. А у меня вот красавица здесь уже нарисовалась. А она, как вы помните, сидит якобы. Вон она легла прям на пыль. Господи, Лилу, вставай, грязная будешь. Она легла. Это у нас закрытые в решетке с котятами. Сейчас мы пойдем за котятами. Я хоть решила вымыть. Думаю, вымою, потом за ними схожу. Не тут-то было. Я мою. А Лилу уже здесь. Ну пойдем сейчас посмотрим, что с котятами. Даже очень интересно. Ну что, я пришла. Смотрите. Сетка на месте. Я думала, она верхнюю сетку подняла. И думала, ну как-то что-то. Сетка на месте. Котята на месте. А кошки нету. Покушала. Ничего там нету. Воду попила. Молоко выпила. А она вот где подрыла. И дырочка-то совсем. Сейчас я посмотрю, какая. Вообще ни о чем. Я поставлю пальчик. Во. По моей ладошке. На середине. Вот. По ладошке дырочка. И все. И Лилу вытащили. Вылезла. В эту дырочку. Вот тебе, пожалуйста. Я даже корешки выдернула. Побольше она стала. Во. И кошки нету. Во. По ладошке. И нету кошки. Ясно? Кошка пошла ко мне. И там мяукает. А котята здесь у нас сидят. Закрытые. Вот они. Красавцы спят у нас. Вот они. Котята здесь. Кошки нету. Нормально? Вот так вот. Вот такая хитрая кошка. Нам досталась. В день, когда мы собрались переносить ее котят, она их перепрятала в другое место. Сейчас мы ее закрыли вместе с котятами, чтобы они не мешали стройке, а стройка не мешала им. Так она же вылезла. Так причем еще и так, чтобы котята остались закрытыми. Вот такая у нас Лилу теперь будет жить. Кому интересна судьба нашей Лилу, как она будет складываться дальше, судьба котят, подписывайтесь на мой телеграм, ссылка в описании. Ну и также буду рассказывать про нашу стройку. Продолжение следует.